А теперь к другим новостям. Сколько призывников попадут этой осенью в президентский полк? Какой урожай наград собрали на выставке «Золотая осень»? Что будет с посевами, оставшимися на полях, где еще нет тепла? Планы на предстающую неделю и итоги прошлой обсудили на традиционном совещании главы Чувашии и правительства республики. 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. Всего вооруженные силы страны должны пополниться 134 тысячами новобранцев. Для Чувашии плановая цифра – 1294 человека. Данный призыв по количеству чуть меньше той призывной кампании, которую мы проводили весной 2017 года. Осенью 2017 года планируется вооруженные силы направить 1164 человека, Федеральную службу Национальной гвардии Российской Федерации – 120 человек, и Федеральную службу охраны Российской Федерации, президентский полк, так называемый, 10 человек. Военный комиссар доложил, что начали работать 26 муниципальных призывных комиссий. В их составе 209 врачей-специалистов разного профиля. По итогам весеннего призыва уголовных дел по отклонению от службы нет. Во Всероссийской выставке «Золотая осень» 2017 участвовали около 400 человек из республики, 26 предприятий, в итоге завоевали 65 медалей разного достоинства. Между тем, уборочная кампания в Чувашии продолжается. Собрано более 714 тонн зерна. Картофель убрали 90-80,5%. И в то же время на полях у нас еще остается продукция на 300-325, ну вот так в рубли, если перевести, на 300-320 миллионов, в том числе зерновых в пяти хозяйствах. Остались у нас немного еще картофель 104 гектара, овощи 293, ну здесь в основном поздняя капуста, она в плановом режиме убирается. Также подсолнечник на зерно. Дисекацию привели почти на всех площадях. И в ближайшее время начнем уборку 6861 гектар. Подсолнечник на зерно это примерно на 200 миллионов рублей, поэтому мы однозначно не потеряем. Даже с приходом заморозков можно убирать эту культуру. Конечно нужно убирать, картофель он уже теряет в качестве. Соответственно я объехал ярмарки уходного дня, где сельхостоборопроизводители привозят свои продукции, цены. Кроме картофеля они благоприятные для покупателей, массовой заготовки идет, поэтому просьба организовать эту работу лучше. Мы с городскими властями договорились, что они продлят еще неделю ярмарки уходного дня, чтобы в шаговой доступности наши ветераны могли купить сельскохозяйственные продукции и заготовить. По данным Минстроя Республики, к этому дню к теплу подключены 97% всех объектов. Есть проблемы по отдельным многоквартирным домам. Их держат на контроле. Глава Чувашии попросил руководителей профильных служб и ведов внимательнее относиться к обращениям жителей и максимально оперативно реагировать на них. Елена Гальперина, Сергей Адушкин, Республика.